МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Национальный интерес на телеканале БТБ. Олеся Яхно, политолог в студии у нас сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с событий в выходных. В интернете есть мнение, что Россия и Украина находились на грани войны. Какой эта война могла быть, неизвестно. Сейчас сложно судить. Может быть, попробуем с вами в этом разобраться. Но на самом деле это был бы в любом случае новый этап. Пусть там приграничный, но открытый, возможно. Вот сейчас Российская Федерация обвинила Украину в том, что обстреляна ее территория. И вследствие этого некоторые чиновники российские говорят, что якобы нужно было бы применить опыт Израиля и вот такие точечные удары наносить по территории Украины. Вот вы согласны с тем, что это действительно серьезное обострение за последнее время, когда мы ощущали какое-то некое затишье? Не, ну, во-первых, война идет все-таки по факту. Это мы здесь в Киеве не видим. А там у нас идет полномасштабная война на Востоке, так или иначе. Во-вторых, я считаю, что, конечно, вероятность прямого, то есть все-таки речь идет о возможности прямого военного вмешательства со стороны соседнего государства. То есть такая вероятность, конечно, сохраняется, но я считаю, что она не настолько высока, как в сравнении с возможными другими сценариями развития ситуации на Востоке. То есть я где-то допускаю, что процентов 15, это на самом деле много все-таки, процентов 15 такая вероятность существует. И она существует прежде всего не из-за самой ситуации на Востоке, как она будет развиваться в самой Украине, а из-за того, что, как мне кажется, у самой России, у президента Путина пока нет какого-то избранного сценария, то есть видения того, как самой России, как самому Кремлю поступать в ситуации с Украиной, в частности с Востоком. Я думаю, что Россия больше боится того, что следующим будет вопрос Крыма. И, собственно, на днях где-то, если я не ошибаюсь, неделю назад... Да, было заявление довольно такое, не знаю, истерическое, на мой взгляд, Сергея Лаврова о том, что следующим будет Крым. И не только Лавров заявляла. Было масса заявлений других разных представителей со стороны РФ. Поэтому я думаю, что Россия очень боится победы на Востоке, вообще побед со стороны Украины, для того, чтобы дальше последовательно не ставился вопрос Крыму. А вот вы говорите, что Путин не понимает сейчас, как ему дальше действовать. А вот в этих всех сценариях, которые у него сейчас есть, он все-таки ведущую роль занимает, да? Или он ведомый уже там санкциями европейскими, отношениями мира, да, событиями на Востоке Украины? Как вы считаете? Я считаю, что Россия, безусловно, занимает одну из ведущих ролей все-таки в этом конфликте. Но сам Путин, отчасти да, он уже ведом, но он ведом не внешними факторами, там не санкциями, не ЕС, не штатами, а он ведомый даже в каком-то смысле заложник той ситуации, которая уже сложилась, той пропагандистской машины, которая уже запущена в самой России. То есть он бежит впереди паровоза, а сзади него бежит вот эта самая пропагандистская машина, запущенная СМИ, все то, что мы слышали, и эта пропагандистская машина и дальше продолжает работать. Поэтому Путин не может предпринимать какие-то действия, которые резко, сильно перечат публичной пропаганде. Иначе это будет очень выглядеть странно, и я уже, по-моему, это говорила, иначе его будет ожидать тоже, что Януковича, то есть потеря рейтинга и вообще обвал ситуации. Поэтому он не может, как бы, да, это будет разрыв, ну, такой некий диссонанс, да, если выстраивать публичную пропаганду в одном направлении, а потом начинает предпринимать действия прямо противоположные. Поэтому в каком-то смысле Путин заложник именно вот этой раскрученной, вот этой пропагандистской, ну, вот такой риторики даже, я бы так сказала, риторики скорее войны, конфликта, риторики защиты якобы, да, русскоязычных граждан, непонятно какой защиты от кого. Поэтому вот в этом смысле он является заложником, и в этом смысле, я думаю, что нету какого-то четкого видения, понимания и сценария, потому что любой сценарий, он несет очень много самих негативов для самой России, то есть очень много минусов, несет любой сценарий, какой бы сейчас Кремль не выбрал в ситуации с Украиной, любой причем. Скажите, а успешное завершение антитеррористической операции со стороны Украины, вот это и не будет тем вот поездом или локомотивом, который в конце концов может раздавить того же Путина? Ну, раздавить, я думаю, это громко сказано, да, потому что все-таки Украина не в таком масштабе, да, но другое дело, что, конечно, любой успех... Через тоже общественное мнение россиян, да? В том числе, но другое дело, что любой успех украинский, вообще любой, будь то экономика, будь то политика, честные выборы, будь то урегулирование военного конфликта и восстановление безопасности, да, на Востоке, в любом случае это будет играть, конечно же, против самой России, против рейтинга Владимира Путина, потому что изначально, как мне кажется, вот весь этот конфликт, все это извлияние извне со стороны России, оно изначально было направлено не столько на расширение возможностей внутри самой России, сколько на уменьшение возможностей самой Украины, тем самым сохраняя роль, которую Россия имела долгие годы, ну, и имеет отчасти на постсоветском пространстве. Другое дело уже, как это получилось, и что теперь, я говорю, любой вариант выхода из этой ситуации, он имеет очень много рисков для самого Кремля. И, конечно же, успех, в том числе и успех в АТО, а как мы знаем, да, восстановление безопасности сейчас, это как бы один из главных запросов и один из первых необходимых шагов, потому что если будет восстановлена безопасность, дальше будет идти процесс в политической плоскости, я имею в виду те же досрочные выборы, местные выборы, дальше будет идти процесс в экономической плоскости, реформирования, которое так или иначе связано с соглашением об ассоциации. Поэтому, конечно же, любой успех Украины, он бьет очень сильно по самому Кремлю, и, в принципе, я говорю, вот эти заявления такие, я бы сказала, очень нервозные, а также вот те сюжеты, которые мы видели на выходных про мальчика там распятого, то есть они говорят только о том, что нет у России пока адекватного сценария. Вот есть вот этот же пропагандистский, в информационной плоскости абсолютно, вот такие штампы, которые продолжают дальше активно использоваться в информационном пространстве, но на самом деле это говорит о том, что у России нет ни идеологии, ни концепции, ни подхода вообще к ситуации. Вот не получится ли так, что не получив желаемого на Востоке, Россия может, или Кремль, Кремль может не останавливать всю эту пропагандистскую машину, а просто сместить акценты, например, на Крым. Мы понимаем, что сейчас происходит с Меджилисом, крымских татар, мы понимаем, что происходит сейчас с господином Чубаровым, невъездной на свою родину, на территорию Автономной Республики Крым. Вот, и находясь здесь в студии на прошлой неделе, он говорил, что осенью, на самом деле, сложные времена будут в Крыму. Ну, наверное, он это чувствует, да? Как вы считаете, вот не получится ли так, что эта вся махина будет переключена на Крым? Ну, такую вероятность, конечно, нельзя исключать, но я думаю, что она завышена, потому что, смотрите, Крым уже сейчас, по сути, Россия его аннексировала, она его контролирует, вот, и если сама Россия начнет, ну, то есть начнутся процессы те, что на Востоке, да, тогда мы уже будем говорить, что это Россия не контролирует ситуацию, потому что, по сути, сейчас же Россия говорит, что Восток, вот, смотрите, идет гражданская война, да, вот, ну, позиция России, да, вот на Востоке идет гражданская война, а мы тут вообще ни при чем. Вот в Крыму, мне кажется, там немножко по-другому, то есть там не может быть такой же сценарий, как на Востоке, то есть, тем более, что сейчас, я говорю, Крым по российским законам входит в состав РФ, поэтому я думаю, что нет, что здесь не будет такой ситуации, как на Востоке. Это будет принципиальный вопрос для Российской Федерации, не потерять Крым? Конечно, это будет принципиальный. И в том числе не только там внешнее, ну, скажем так, с точки зрения Российской Федерации, внешнее влияние Украины, а имеется в виду там внутреннее влияние тем же крымских татарок, тех людей, которые занимают проукраинскую позицию. Их немало, кстати. Понимаете, вот история России, она показывает, что смена политических режимов, которые происходили, они одновременно несут и слом всей государственности. То есть мы видели, когда там пало царский режим, когда приходил в упадок, в принципе, как система власти вообще советская. То есть изначально проблема, что шла не от национальных республик, а внутри самой системы, внутри, в самой партии. Вот, поэтому риск же, понимаете, я думаю, что Россия где-то уже Путин, возможно, и часть элиты, они как раз и готовы уже искать какой-то приемлемый вариант договариваться. Возможно, там треугольники Украина-Россия-Европа, возможно. Но как это сделать после вот всех этих шагов, и когда уже та часть общества националистическая заведена на то, чтобы продолжать этот процесс, то есть это как бы несовместимые вещи. Поэтому, скорее всего, да, в публичной плоскости будет продолжаться вот этот миф, вот этот миф защиты русскоязычного населения, то есть потому что иначе ничего другого Кремль на сегодня не может предложить. В Крыму нет, я все-таки бы не преувеличивала в Крыму. Скорее-то пугают, то есть пугают, чтобы не было... Понимаете, потому что по мере того, как Украина будет укреплять свои позиции, а сейчас все-таки я считаю, что Киев побеждает в каком-то смысле, то часть общества, в том числе в Крыму, часть граждан, которые уже недовольны или будут недовольны в ближайшей перспективе, или которые просто смирились, потому что они там жили, их там дома, да, плюс есть крымские татары, которые будут начинать думать, что, а может, стоит ориентироваться на Украину, то есть, а может, и как-то так, какие-то другие могут быть сценарии, или могли бы, я думаю, поэтому Россия, она работает на упреждение, то есть это как бы такие пугалки и страхи, вот, скорее всего. Другое дело, то, что вот в среде крымских татар, конечно, я допускаю, то, что, знаете, как у нас отобрали территорию, но мы будем внутри территории создавать, ну, вот, свою мини-автономию, тем более, что, собственно, крымские татары говорили о национально-территориальной автономии, поэтому я думаю, что действия крымских татар в этом направлении, они, конечно же, будут, и они, конечно же, будут иметь сопротивление со стороны России, в любом случае, они уже имеют, мы это видим. Но вот в итоге, вот, им может, вот, они смогут что-то отстоять, какую-то свою позицию отстоять по той же автономии, например? Я думаю, что это очень долгий процесс, как бы, знаете, теоретически, стратегически, в том числе и вот в вопросе Крыма, да, украинская оппозиция более оправдана и более адекватна и соответствует, да, вот, ну, вот я уже где-то тоже говорила, что Крым у нас звучит, как Крым наш, у нас звучит вот Крым-наш, то есть он свидетельствует о намерении, да, вернуть эту территорию, и даже не то, что территорию, а скорее вернуть людей, вернуть настроение граждан, да, опять их сориентировать, или, может быть, даже не опять, а впервые их сориентировать на Украину. В российском варианте Крым-наш, это такой чистый мем, это пишется слитно, то есть это когда отсутствует идеология, да, придумываются вот некие, да, вот такие формулы, да, информационно-пропагандистские, которые существуют исключительно в публичном пространстве, поэтому, то есть это свидетельствует какой-то быстроте, краткосрочности действия, но это не значит, что это навсегда. Я думаю, что в стратегической перспективе, конечно, с точки зрения международного права, и с точки зрения того, ну, как это политически происходило, я думаю, что, конечно, позиция Украины изначально выигрышная, но это будет очень долгий процесс, и я не исключаю, что действительно на каком-то этапе, через там несколько лет, опять будет, опять возникнет вопрос референдума, и, в принципе, Крым вообще может получить статус такой автономии и от Украины, и от России. И потом нужно понимать, что это будет другой Крым уже. Это не тот Крым, который Украина потеряла в марте 2014 года. То есть через год это будет другой Крым. Главное, чтобы это был свободный Крым. Да, но крымские татары, конечно, в любом случае, они будут очень активно предпринимать действия на этом направлении. Это очень правильно. То есть через международные институты отстаивать свою позицию, тем более, что она действительно абсолютно оправдана. То есть с любой точки зрения, и исторической, и культурологической, и с точки зрения международного права. Поэтому здесь, я думаю, в любом случае будут предприниматься действия. Вот смотрите, Путина принято в России считать таким правителем всемогущим, с такой сильной вертикалью власти, контролирующим все и вся. Как вы считаете? А вот с другой стороны, вы говорите, что есть какие-то недовольства или хотя бы желание сменить антиукраинскую риторику, вот этот антиукраинский вектор и тому подобное. Как вы считаете, он может прислушаться к тому, что ему говорят? И говорят ли ему это на самом деле? Или люди вот там настолько запуганы, что просто они думают, но сказать ничего не могут? Это вопрос по поводу его близкого окружения, вот как вы считаете? Нет, я не думаю, что там все, вот вы говорите, что кто-то считает антиукраинскую. Дело не в Украине, ну в таком. Дело в том, что в принципе часть элит, они не согласны с такими действиями, которые, да, вот с тем сценарием, который выбрала Россия за последние полгода. Вот как вы считаете, эти элиты говорят неформально, например, Путину, что вот не нужно бы было так делать, а может быть, вот как-то поосторожно? Нет, я думаю, что пока они не говорят, но недовольство, оно, тем не менее, я думаю, что будет расти. Насколько это опасно для режима? Это опасно, потому что, на самом деле, это как раз угроза режима, может наступить от того, что режим сам себя, знаете, вся история России, она показывает, что режим начинал валиться изнутри, изначально. Поэтому, конечно, если Россия будет и дальше изолироваться от внешнего мира, она уже изолируется, даже если не будет санкций третьего уровня. Автоматически экономика Украины, там ряд проектов, ну вот я, например, знаю, что был прекрасный проект у России, но я имею в виду взаимовыгодный, между Россией и Японией, 2 плюс 2 назывался, на уровне Министерства обороны. И МИДов, это был оборонный проект, то есть он скорее был направлен на ограничение роли Китая. После вот всех этих событий в Украине, Япония, скорее всего, да, вот этот проект будет прекращен. То есть я к чему? Потому что ряд сотрудничеств, которые были направлены, сотрудничеств современных, да, с использованием современных технологий, то есть они автоматически будут приостановлены, так или иначе. Поэтому мне кажется, что вот это недовольство, оно, конечно, будет расти. Потому что, я говорю, российская экономика и так была на уровне, там, далеко не 21 века, а века 20-го, как сырьевая экономика, и которая могла сделать какой-то скачок современный технологический только в сотрудничестве с современными экономиками, либо западными, либо там, ну, та же Япония. То есть, а сейчас автоматически Россия возвращается в 19 век. Поэтому, конечно, позиция, вот она выигрышна с точки зрения политического режима конкретной личности, то есть она дает устойчивость конкретно Владимиру Путину, и там 1, 2, 3 персоны, которые вокруг него. Ну, что будет со страной там через 5-10 лет, условно говоря? То есть, я думаю, что с такой перспективой, которую сейчас наметил Кремль, я думаю, мало кто согласен. Но это такая длинная угроза, я бы сказала. Все-таки в краткосрочной перспективе Кремль себе обеспечил, мы видим рейтинги высокие, устойчивость. Другое дело, что вот такая позиция, она очень сильно ограничивает теперь Путина, Путина и Кремль. То есть, скорее, вот эта позиция, она задает направление. И теперь, ну, я говорю, какой-то резкий отход в публичной плоскости, он будет выглядеть очень странно. А вот как вы считаете, внутри, что думает по этому поводу господин Медведев? Мы понимаем, что фактически эта связка очень крепка, да, и мы понимаем, что, наверное, где-то эти мысли недалеко, но все же. Вот, предположим, если бы на этот момент, да, президентом был не Путина, Медведев. Ну, вот так вот получилось, что возможен был такой вариант? Или Медведев все же, он более мягок? Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле было бы практически то же самое. Может быть, не так. Потому что, по большому счету, в России как-то, да, вот на каком-то этапе, когда был тандем, помните, вот президент Медведев, премьер-министр Путин, было очень модно говорить, что вот, значит, Путин это такой ретроград, да, он там охранитель, или он за такую, да, даже какие-то архаические вещи такие предлагает, а Медведев, ну, современный, он либеральный и так далее. То есть это была очень удобная формула с точки зрения устойчивости политического режима, потому что она исключала какую-то внешнюю конкуренцию. То есть якобы была конкуренция между двумя кандидатами. Один либерал, который сказал, что у Медведева фраза «Убла свобода лучше, чем несвобода», и Владимир Путин, который выступает за возобновление, которое называет развалом, вернее, геополитической катастрофой XXI века, развал Советского Союза. Но когда мы увидим на политику, по большому счету, там, без слова, на сухую политику, то она, собственно, ничем, по большому счету, не отличается. Конечно, там... Или что-то в том, что вот эти разногласия или разные взгляды немножечко, это только этикетка, на самом деле там ничего нет такого? Я думаю, что по большому счету нет разногласий. Они могут быть в каких-то, там, в особенностях личности, возможно, в более сильном или более слабом характере. Ну, как-то так. Но на уровне... Нету, понимаете? Самая большая проблема была, вот если говорить о российско-украинских отношениях, в том, что, по большому счету, не было концепции этих отношений со стороны самой России. И если мы наблюдали, тоже очень странная была вещь, когда вроде бы идеологические союзники, ну, вот неважно, это все постсоветские страны, да, и наоборот, идеологические конкуренты, на самом деле, вот если там внимательно посмотреть, то экономическое сотрудничество эффективно, оно происходило между идеологическими конкурентами, то есть очень странно, между идеологическими союзниками, казалось бы, там, постоянно что-то чему-то мешало. Поэтому главная проблема в том, что не было и нет этой концепции. И, собственно, если там, вот вы спросили про Медведева, так мы помним, что в 2004 году, когда был Майдан, тогда за украинскую политику как раз отвечал Медведев, будучи в администрации президента, он как раз вел тогда украинское направление. Поэтому, возможно, стилистическая разница есть в плане озвучивания, но в плане, мне кажется, там, может быть, чуть жестче, может быть, чуть мягче. Но в целом, вот я говорю, подход, и я бы этот подход сформулировала, как наоборот, отсутствие полной концепции не только Украины, а вообще на постсоветском пространстве. Отсюда такие действия жесткие. Потому что, если вы, ведь понимаете, когда Путин говорит, что нам не с кем говорить в Украине, это он говорил раньше, еще там пару месяцев назад, у нас нет. До выборов. Так это проблема самой России, что, что же вы делаете такие, почему у вас не с кем тут говорить. То есть на какую-то цивилизованную деятельность, на такую правильную, направленную на сотрудничество, то есть, мне кажется, Россия этого не делала. Потому что нет просто концепции отношений общего, нет видения постсоветского пространства. И то, что Россия аннексировала Крым, это еще раз подтвердило, что там уже Новосоюза по факту нет. Четыре минуты у нас остается. И еще хотелось бы с вами поговорить. Значит, в субботу в России умерла Валерия Новодворская, известный политический деятель не только в России, во всем мире. И в Украине она известна тем, что, будучи россиянкой, не будучи напрямую в российской политике, но находясь рядом с политиками и очень хорошо понимая ту ситуацию, которая происходит в России, она очень часто, на самом деле, не то что защищала, а говорила какие-то вещи об Украине, я имею в виду, которые не все даже здесь понимали. Вот что означает для нынешней России, нынешней Украины вот такая потеря? Ну, вы знаете, я думаю, что это абсолютно разное означает, кстати, для Украины и для России. Для Украины это означает действительно потеря человека, который в публичном пространстве мог отстаивать позицию Украины, то есть, да, вот такая проукраинская очень позиция, критиковать напрямую режим Путина и вообще России. То есть, я думаю, что таких людей не так много, которые могут себе это позволить для Украины. Для России, я думаю, что это совершенно имеет другое значение, потому что там дискуссия между либералами и нелибералами, она имеет совершенно другое свое направление. И, ну вот, здесь, мне кажется, очень мало, ну, собственно, как и в России, да, очень слабо понимают в самой Украине, что происходит внутри России, вот какие процессы именно внутри в России. Это очень важно, потому что очень много внешних действий, они мотивированы именно в внутренней ситуации российской. Точно так же в России, мне кажется, не очень хорошо понимают внутреннюю ситуацию Украины. Отчасти получился такой сценарий, который мы имеем в российско-украинских отношениях. То есть, я думаю, что Россия недооценила или неправильно сделала выводы относительно и уровня политики, и уровня общества в Украине. Поэтому такой был выбран сценарий, что очень ошибочен для самой России в первую очередь. Я думаю, что дискуссия о либералах или нелибералах, она на сегодня, на самом деле, в России не так актуальна. То есть, она была актуальна, скорее, в 90-х. Сейчас, я думаю, она находится не в топе, там, событий номер один. Вот, хотя, конечно, Валерия Линишна Новодворская, конечно, личность, ну, я думаю, знаете, как личность эпоха в каком-то смысле. Вот, ее уход, насколько это такой вот серьезный удар по позициям оппозиции в Российской Федерации и без того очень слабо? Да, нет, ну, оппозиции, собственно, нету, да, как мы знаем, в Российской Федерации. А если эта оппозиция появляется, то это новая оппозиция, которая не связана с эпохой с личностями 90-х. Прямо наоборот, мне кажется, там, тот же, там, Борис Немцов, другие, ну, то есть, там, политики, общественные деятели, которые были гораздо более влиятельны, собственно, в 90-х, в начале 2000-х. Сейчас они не имеют такого влияния внутри самой ситуации российской. Мне кажется, вот, из новой оппозиции, да, там появляется, ну, то есть, Навальный есть, ну, это все, как бы, знаете, пред, ну, вот такая переходная оппозиция, если так можно сказать. То есть, настоящей оппозиции пока, конечно же, нет. Будет? Я думаю, что будет неизбежно, потому что те показатели, ну, мы, конечно, посмотрим, как сейчас, но в ситуации, когда, вот, были выборы в Москве последние, и, собственно, то, что там набрал тот же Навальный больше 20, по-моему, процентов, это очень много. То есть, это даже не оценка самого Навального, это оценка запроса, возможно, на какого-то альтернативного лидера. Ну, я думаю, что это, конечно, будет не в ближайшей перспективе, и угроза для Кремля, она исходит, конечно же, не от оппозиции, а, прежде всего, от своих ошибок собственных. Спасибо вам. Олеся Яхно, политолог, была в этом часе, в «Национальном интересе» на телеканале БТБ. Спасибо, что смотрите нас. Оставайтесь на нашем канале и до встречи. Спасибо.